Заручились поддержки. Накануне регион посетил российский политик и предприниматель, а также один из бывших претендентов на президентский пост Михаил Прохоров. О результатах его поездки и предвыборной борьбе за губернаторское кресло мы решили расспросить Владимирского историка и аналитика Кирилла Николенко. Сегодня гость нашей студии. Кирилл, здравствуйте. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вы вчера присутствовали на встрече с Михаилом Прохоровым и какое впечатление она произвела на вас? Да, присутствовал. Знаете, по форуме это был сделанный тяп-ляп-спектакль. Почему? Потому что Михаил Прохоров с порога заявил, что он здесь в области для того, чтобы поддержать Александра Филиппова в его борьбе за пост губернатора. Но мы все знаем, что Александр Филиппов – это человек, который в политике пока себя в региональной ничем не зарекомендовал. При этом олигарх сделал такой вид, что Филиппов является чуть ли не гарантом выборов, что он без проблем преодолеет муниципальный фильтр и так далее. То есть это похоже на надувание щек и, естественно, это вызывает смех. Если Прохоров действительно хотел оказать поддержку своему протеже здесь, во Владимире, то, наверное, надо было это делать не наскоком, а постепенно. Далее Прохоров постоянно твердил о том, что к власти в области должна прийти новая команда. Никто не спорит, но чем Филиппов-то новый у нас? Его отец давно возглавляет Владимир Регион ГАЗ. Его отец является одним из наиболее приближенных к губернатору лиц. Так считается. Наконец, получается, что Филиппов-младший – это просто второе поколение старой элиты области, причем в прямом смысле, в генетическом. И ожидать от него чего-то нового нельзя. Причем на самом собрании четко говорилось, что решение о его выдвижении в губернаторы было нелегким именно для семьи. То есть, речь идет не о политике, не о партии «Гражданская платформа», которую сейчас пытается популяризировать Прохоров, а о каких-то семейных интересах. И, по сути, мы имеем дело вообще-то вот с какой ситуацией. Филипповым важно сохранить влияние, не остаться на обочине, когда эпоха Виноградова закончится. Поэтому ради этой цели они готовы, судя по всему, поиграть в бурную политическую активность. Хотя, на мой взгляд, она не увенчается успехом. Тем не менее, было заявлено, что это встреча Михаила Прохорова с населением. Действительно ли были люди на этой встрече, и какие-то вопросы удалось ли задать? Да, там был практически полный зал. Удивило то, что было много людей старшего возраста. Вопросы задавались, но в основном по темам, касающимся спорта, здравоохранения, ЖКХ, острых вопросов практически не прозвучало. Теперь вот о претендентах на губернаторское кресло. Мы говорили с вами о семи кандидатах в последний раз при нашей встрече. Что сейчас мы имеем? Кто остался в гонке? Ну, знаете, наша область вообще отличается от других регионов тем, что вопрос, кто станет будущим губернатором, у нас обсуждается открыто. В сайтах, на телевидении, в газетах, а не на кухнях. Действительно, происходили за вот это время, с декабря 2011 года, очень большие здесь изменения. Было сначала 4 кандидата, потом 7, потом 10. Сейчас поле возможных претендентов сузилось максимально. То есть от «Единая Россия» это Владимир Киселев, от КПРФ это Николай Виноградов, если он все-таки пойдет на эти выборы. И от «Справедливой России» Антон Беляков. Предстоящий месяц будет самым интригующим. И вот федеральные СМИ уже напрямую пишут, что Виноградов не будет поддержан. Тем не менее, вы говорите, что он продолжит борьбу. У вас эти данные имеются, да? Ну, на самом деле, любой человек, который долго занимает свой пост, у него вырабатывается желание оставаться во власти, несмотря ни на что, теряется чувство реальности. Но, тем не менее, амбиции сохраняются. И, на мой взгляд, у Николая Владимировича они сильные. Это обуславливается прежде всего тем, что больше нет в России губернаторов, членов КПРФ. Поэтому и для КПРФ поддерживать его выступает в качестве такого дела чести. Хотя, на самом деле, уже сейчас просматривается тенденция, что руководство КПРФ смещает акценты в сторону варианта с разменом. То есть, что будет какой-то другой регион с губернатором-коммунистом, а Николай Владимирович уйдет в отставку. Спасибо, Кирилл. И я напомню, только что мы беседовали с историком и аналитиком Кириллом Николенко.